МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Корреспонденты 1-го Карагандинского и Ягуль Нуржакин расскажем вам о главных событиях этого дня. Педагогика терпит фиаско из-за массовой драки в колледже Караганды. Почему через 20 лет старые хозяева брошенных квартир умудряются их отсудить в свою пользу? Международный космический экипаж приняла древняя земля-сарарки. Экипаж транспортного пилотируемого корабля «Союз ТМА-12М» вернулся сегодня на землю. Он совершил посадку юго-восточнее города Жисказган в 6 часов 23 минуты по московскому времени. Посадка прошла в штатном режиме. На землю вернулся экипаж Международной космической станции в составе командира транспортного пилотируемого корабля космонавта Александра Скворцова «Роскосмос», космонавта Олега Артемьева «Роскосмос» и астронавта Стивена Свонсона «НАСА». Завершившийся полет стал для Александра Скворцова вторым в карьере, а для Артемьева – дебютным. Астронавт, командир МКС-40 Стивен Свонсон совершил свой третий полет. Сегодня космонавтов тепло встретили в Карагандинском аэропорту Сарыарка. Космический корабль «Союз ТМА-12М» был выведен на орбиту 26 марта 2014 года с помощью ракеты-носителя «Союз ФГ», запущенной с космодрома Байконур. Стыковка космического корабля с исследовательским модулем «Поиск» состоялась 28 марта. В общей сложности продолжительность космического полета экипажа МКС-39-40 составил 169 суток. На месте приземления космический экипаж встречал и Аким Карагандинской области, Нурмухамбет Абдебеков. «Просто по-человечески очень интересно. Во-вторых, волнительно само по себе соприкоснуться вживую, когда люди возвращаются из глубин космоса здесь на Землю. И та погода, которая благоприятствовала всем сегодняшним процессам, и все это вместе сложилось очень доброе, хорошее мероприятие». Российские космонавты Олег Артемьев и Александр Скворцов провели 52 научных эксперимента, выходили в открытый космос. На поверхности МКС космонавты выполнили целый ряд задач. Они произвели монтаж научной аппаратуры по эксперименту «Экспоуз-Р», взяли пробы мазков с иллюминатора в рамках эксперимента «Тест», сняли панели эксперимента «Выносливость» и третьего контейнера «Биориск». Провели фотосъемку экранно-вакуумной теплоизоляции на поверхности орбитальной станции. Кроме того, космонавты установили зажимы для дополнительной фиксации замка выносного блока активно фазированной антенной решетки. Также космонавты запустили российский наноспутник «НС-1», созданный молодыми учеными и студентами Юго-Западного университета из Курска и их коллегами из Перу. Кстати, с помощью проб мазков ученые обнаружили следы морского планктона. В 2013 году было подтверждено, что некоторые организмы могут жить годами на наружной поверхности МКС при факторах космического полета – вакуум, температура, жесткое космическое излучение и так далее. Некоторые исследования подтвердили, что эти организмы могут развиваться. Пока не совсем понятно, как эти микрочастицы могли попасть на поверхность космической станции. Подобные фазы были найдены на поверхности океана, но они не характерны для Байконура. Получается, что есть восходящие воздушные потоки, которые оседают на поверхности станции российского сегмента МКС. Есть еще и какая-то определенная символичность в том, что вы нас сегодня встречали сами, лично. И вы, наверное, не знали о том, что сюрпризе, я уверен, потому что сюрприз должен быть сюрпризом. Вы, наверное, не знали о том, что мы везем с собой флаг города Караганды, который мы подняли на космическую высоту. На символе Караганды оставили свои подписи четыре экипажа, которые поднимались в космос до сегодняшнего дня. Приземлившиеся космонавты традиционно получили в подарок Чапаны и матрешки с собственным изображением. И, конечно, море теплых слов и позитива от карагандинцев. Экипаж новой экспедиции отправится на МКС на корабле «Союз-ТМА-14М» с космодрома «Байконур» 26 сентября. В состав этого экипажа входят космонавты Роскосмоса Александр Самокутяев и Елена Серова, а также астронавт НАСА Барри Уилмор. Сергей Высокосов, Шалкар Антымбеков, Бахтиар Успанов, 1-й Карагандинский. В Карагандинской области очередная волна выселений. К людям, получившим в свое время брошенные квартиры по распоряжению акиматов, предъявляют требования вдруг объявившиеся старые хозяева квартир. В суде доказать правообладание на квартиру по истечении многих лет практически невозможно. Пока нет такого закона. А когда он приезжает, и стоит пластик, стоит дверь, и он говорит, «Все, выходи, квартира моя!» Люди, переигравшие суды, даже объединились в целые движения. 12 лет назад Наталью Попову акимат вселил в заброшенную квартиру. Она сделала ремонт, выплатила долги. Но внезапно объявился прежний хозяин и отсудил у нее жилье. А затем и вовсе продал квадратные метры. Вот только семья Натальи Поповой выселяться не собирается. По 20 лет не ухаживали за своим жильем. Их признают собственниками. Они правы, право собственности бессрочно. А нас, кто восстановил, добровольно восстановил разрушенное жилье, не дал разрушиться жилищному фонду, нас отодвигают на второй план и выселяют. Именно после этой истории депутат парламента Мухтар Теникеев предложил лишить права собственности хозяев, которые более пяти лет не заботились о своем жилье. Вскоре за выселенных вступился и председатель Верховного суда. А почему люди, прожившие в этих квартирах 20-25 лет, в один прекрасный день по решению суда остаются на улице? Он отремонтировал ее, живет в этой квартире 15 лет, возможно продал другому лицу. Появляется хозяин, даже не хозяин, а появляется дилер. Увидел же, что квартира хорошая, в хорошем состоянии, можно на ней деньги делать. Судоисполнители приходят к дверям бывшей квартиры Натальи Поповой не в первый раз, но сегодня столкнулись с группой поддержки. В начале 90-х годов прошлого века брошенными остались тысячи квартир по всей стране. Кое-где пустовали целые микрорайоны, а порой даже небольшие города. Тогда никто и подумать не мог, что эти полуразрушенные дома вновь будут иметь ценность. А теперь только в Караганинской области на руках судоисполнителей более 200 решений о выселениях. И хотя теперь судьи чаще становятся на сторону нынешних жильцов брошенных квартир, такие, как Наталья Попова, уже лишились единственного жилья. Мы добивались, митинговали, добились изменения судебной системы, а сами остались за бортом. Массовая драка – одно из проявлений агрессивного поведения в открытом противостоянии двух или нескольких групп людей. При этом сбывается достоинство, порядочность и все те качества, которые отличают человека от животного. Такую групповую драку пресекли бойцы специального отряда быстрого реагирования в общежитии одного из колледжей Караганды. 10 сентября под вечер в общежитии одного из колледжей города произошла драка. Более 20 студентов, можно сказать, будущие элиты страны, выясняли между собой отношения и проверяли себя на прочность кулаками. Пресечь драку были направлены бойцы специального отряда быстрого реагирования ДВД Карагандинской области. В ходе потасовки 17-летний второкурсник колледжа, уже ранее имевший проблемы с законом, повредил вазу с цветами. Других разрушений и пострадавших нет. На данное время следствие устанавливает зачинщиков драки и причины ее возникновения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 257 УК РК, проводится расследование. Для профилактики правонарушений на территории общежития установлено круглосуточное дежурство из числа сотрудников Юго-Восточного отдела полиции и бойцов СОБРА. Интеллектуальное будущее под угрозой, оказывается, наших студентов надо охранять от самих себя, а это под силу только СОБРАвцам. Что за колледж, которому понадобилась педагогическая помощь СОБРА? Полицейские скромно умалчивают, но передовые методы педагогики все равно не утаить. Впереди короткая реклама, оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group Производитель продукции торговых марок Allugal Galvin Hercules Торговая марка Galvin представляет Эконом-серия профиль Galtec 53 серии Эконом-система трехкамерных профилей Монтажной шириной 53 мм Представляет собой качественное и экономичное решение Если вам нужны внутренние перегородки в магазин Офис, балкон или лоджию – это ваш профиль Стандартная система – профиль Galvin Профиль Galvin 60 серии Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм Идеально подходит для любого климата и региона Система стандарт относится к классу А А значит полностью соответствует современным требованиям Качеству оконных и дверных профилей А теперь новинка Серия Эксклюзив Пятикамерный профиль Galvin 70 серии Монтажная ширина 70 мм Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя Значительно повышают тепло и звукоизоляцию Толщина лицевых стенок 3 мм Помимо белого цвета профиль Galvin выпускается в шести цветах Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый Но и это еще не все Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам Профиль Galvin Морозостойкий, надежный, прочный Впервые в республике изображение с камер видеонаблюдения Установленных частной охраной организации Выводится на экраны Центра оперативного управления УВД города Караганды Состояние правопорядка и безопасности на улицах и в общественных местах Является одним из основных критериев безопасности личности Благодаря работе ЦОУ Не только резко повысилась раскрываемость преступлений по горячим следам Но и стало гораздо проще выявлять разного рода правонарушения Совершенные в общественных местах и на улицах И этому способствует и дополнительная информация Поступающая с камер частных охранных организаций На сегодняшний день в Карагаде установлено 318 камер видеонаблюдения Из них 207 во дворах жилых домов по программе «Безопасный двор» И 111 на перекрестках улиц Благодаря поддержке местных исполнительных органов Ежегодно количество камер видеонаблюдения увеличивается В течение 8 месяцев текущего года С помощью камер видеонаблюдения было раскрыто 61 преступление Кроме того, было зарегистрировано около 11 тысяч правонарушений В том числе в 5708 случаях были нарушены правила дорожного движения Если сравнить с тем же периодом 2013 года То за аналогичный период сегодня чуть ли не вдвое Больше зарегистрировано правонарушений То есть эффективность ЦОУ в борьбе с нарушителями общественного порядка налицо В рамках взаимодействия между частными охранными структурами И правоохранительными органами В одном из районов города выставлены три камеры видеонаблюдения ЗИП С выводом видеосигнала в ЦОУ УВД города Караганды При фиксации камерами видеонаблюдения каких-либо правонарушений или преступлений Совместно с сотрудниками полиции на место происшествия Выезжает группа быстрого реагирования частной компании Хотелось бы отметить, что благодаря взаимодействию с частными охранными организациями В последнее время количество правонарушений на улицах заметно снизилось Люди знают, что они постоянно находятся под оком всевидящей аппаратуры Поэтому опасаются нарушать закон Все для будущего Казахстана Кинес-Урталыга вновь провели бесплатную консультацию для жителей города По самым важным вопросам Получение жилья, трудоустройства и открытие малого и среднего бизнеса Проведение информационной работы среди молодежи О мерах социальной поддержки молодых людей Разъяснение их прав является важным направлением государственной молодежной политики В связи с этим в Карагандинской области реализуется Республиканский молодежный консультативный проект «Жастар-Аулга» Мы разъясняем молодежи жителям города Караганды Как можно получить жилье и как можно было устроить на работу Такие выездные консультационные центры очень помогают Мы в этом году второй раз уходим уже И постоянно действует у нас на рынке ШГС Совместно с «Жастар-Аултан» Кинес-Урталыга действует Ежедневно принимает Но мы сегодня выездное такое Кинес-Урталыга делаем на улице Мероприятие было организовано управлением по вопросам молодежной политики Молодежным крылом «Жастар-Аултан» Карагандинской области Также в работе центра приняли участие представители миграционной полиции, департамент внутренних дел, жилстрой Сбербанк и другие То есть если вы человек с инициативой, хотите заниматься бизнесом, но не знаете с чего начать То есть у нас есть два вида поддержки, то есть это нефинансовая поддержка и финансовая поддержка Касательно нефинансовой поддержки можно будет пройти бесплатное обучение, то есть курсы, семинары по ведению бизнеса Как психология ведения бизнеса, как составить бизнес-план В ходе работы консультативного центра Кинес-Урталыга молодые люди имеют возможность получить бесплатную консультацию по различным направлениям Информацию о возможностях трудоустройства и программах по обеспечению жильем За один час подошло более 50 человек Наша главная цель – объяснить народу, как можно получить жилье по государственной программе «Доступное жилье-2020» и по продуктам банка В рамках проекта «Жастар-Аолга» в городах и районах области проводятся специальные тематические мероприятия, тренинги и лекции По оказанию информационной, психологической и юридической помощи населению Лариса Хусейнова, Айден Жакан, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский Еще несколько безымянных улиц Караганды обрели свои названия Городской Маслихат провел очередные публичные слушания по поводу наименования улиц В этот раз дело касалось микрорайонов Кунгей и городской аэропорт По сравнению с первым слушанием, на этот раз все прошло в спокойной обстановке Возможно, мирному настрою аудиторию послужил список кандидатов, каждый из которых бесспорно заслужил того, чтобы одну из улиц нашего города назвали в его честь Я благодарен, что сегодня в таком ключе проходит это заседание Сперва я тоже думал подняться и сказать, что все достойные люди, надо проголосовать все за всех Нет, неправильно Каждый человек это история Каждый человек это гордость семьи Харуны являются дети Живут и работают в Караганде И его внуки будут работать И дядь Сады будут Участие в голосовании мог принять любой желающий Также на слушание пришли люди, которые были знакомы с кандидатами Микрорайон Кунгей долгое время испытывал трудности в связи с отсутствием наименования улиц Я хочу от имени жителей Микрорайона выразить огромную благодарность представителям нашего депутатского корпуса города Представителям Зачи городского акимата Потому что в этом году, 12 августа 2014 года нашему Микрорайону исполнилось 20 лет И на протяжении этих лет у нас не было улиц У нас, значит, не улицы, а участки И вы знаете, много лет очень было тяжело развозить почту Я сама развозила почту Очень было трудно работать аварийным службам За всех кандидатов присутствующие проголосовали единогласно Многие улицы нашего города на сегодняшний день носят несоответствующие названия Или попросту исторически устаревшие По этой причине, скорее всего, это не последнее публичное слушание в нашем городе по переименованию улиц Ануар Сидрахим Кайрат Рашитов, Бахтя Роспанов, Первый Караганинский К другим новостям С тех пор, как в стране был принят закон о государственном языке Прошло 23 года Но до сих пор ни одно заседание, совещание в области и в городе не проходило на казахском языке С чем это связано и почему не уделяется должное внимание Подробности в следующем сюжете В Карагандинской области вот уже два года функционирует общество Казахталя Хотя оно временно и приостанавливало свою работу Из бюджета учреждению средства не выделялись Лишь с помощью неравнодушных людей к государственному языку Казахталя сегодня продолжает свою работу Не секрет, что в Караганде многие названия торговых точек не на государственном языке Да что там название, даже ответственные чиновники ведут работы не на государственном языке Говорит председатель областного общества Казахталя Ведь в сельских местностях говорят на казахском языке Я постоянно посещаю разные уголки Казахстана Но у нас в Карагандинской области на государственном языке говорят очень мало людей В том числе и ответственные руководители области и города Глава государства поручил уделять особое внимание развитию государственного языка Поставил конкретные задачи, что государственные служащие должны говорить на казахском языке Даже поручил руководителям, чиновникам сдавать тесты по государственному языку Но даже эти старания сегодня не помогают решить проблему Руководители департаментов, управления области не владеют государственным языком совершенствия Не могут донести свои мысли на должном уровне Мы на заседаниях комиссии задаем вопросы на казахском языке А ответ получаем на русском Во многих компания города документация ведется на русском языке А персонал обслуживает клиентов также не на государственном Почему-то до сих пор этому не уделяется внимания К 2020 году казахский язык должен стать полноценным языком науки, образования и интернета Число казахстанцев, владеющих государственным языком, должно достичь 100% Это решение послания президента, поручения президента Поэтому поручения президента обязательно должны исполняться Еще один немаловажный вопрос Это допускаемые ошибки в правильном написании названий Это касается особенных информационных стендов в общественных местах города и реклам, которые пестрят на улицах Караганды, привлекая внимание прохожих Не стоит забывать о том, что в будущем казахский язык станет главенствовать во всех сферах жизни страны и города И к этому мы должны приложить все усилия Спортсмены бывшими не бывают В Сербии прошел чемпионат мира по вольной борьбе среди ветеранов Наш земляк Серик Байнар Магамбетов, выступавший в составе сборной Казахстана, вернулся на родину серебряной медалью С 23 по 31 августа в Белграде проходил чемпионат мира по вольной борьбе среди ветеранов Выступавший в весовой категории 69 кг Серик Байнар Магамбетов дошел до финала турнира и завоевал серебряную медаль Сербия Байнар Магамбетов Серик Бай живет и работает в поселке Крус в Акжарской средней школе учителем физкультуры А также тренером в ДЮ США В юности был призером чемпионата РК Закончил Карагандинский педагогический институт по специальности учитель физической культуры и спорта Сербия Байнар Магамбетов Ветеран спорта благодарит Управление физической культуры и спорта Карагандинской области Акимат Бухаржравского района коллег за помощь в организации поездки на турнир Ануар Сидряхим, Кайрат Рашитов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Аман сау болуныздар. Субтитры подогнал «Симон»